Итак, друзья, привет! Сергей Дмитрий из Майами, и с нами Антон Кратасюк, основатель онлайн-школы, которая помогает женщинам достигать вершину внутренней гармонии. Можно так сказать? Ну, это, скажем так, проект, который основала моя невеста, будешь жена, и она просто делилась своим опытом, да, сначала у меня рос блог, и вот мы запустили, это как, уже более системный проект, сейчас он такой достаточно крупный, вот за последние два года серьезно вырос, во многом вот благодаря нашему обращению, то есть очень благодаря. Вы печаете девушек по тему? У нас 4 темы, 4 простые темы. Сейчас можно я просто сразу быстро ключевую вещь скажу, чтобы заинтересовать? Из ключевых вещей об Антоне, которые могут быть интересны зрители, это то, что Антон живет в Майами полгода, и работает полностью удаленно, с удаленной командой. Сейчас звучало как полгода только живет, полгода в году. Из ключевых вещей, которые могут заинтересовать вас об Антоне, это то, что Антон живет со своей девушкой полгода в году минимум в Майами, причем себя очень комфортно чувствует и делает обороты, ну, можно все-таки это сказать? Мы стремимся к своему миллиону долларов, но пока еще на пути. От 50 до 150 тысяч долларов по месяцу. Ну, по-разному бывает. Да. Мы стремимся к своему миллиону долларов, но пока еще не там. Вот, поэтому Антон уже воплотил мечту очень-очень многих предпринимателей, у него все уже получается, и вот он уже просто около кнопки масштабирования находится. А расскажи, как ты начинал, что ты делал и как вообще у тебя сейчас все это выглядит сейчас? Начинал, я врач по образованию и, в общем-то, много лет жизни своей этому посвятил, но параллельно всегда хотелось какой-то там дополнительный источник дохода и разные способы сделать. В какой-то момент произошла у меня какая-то встреча с моей женой, и эта встреча так все закрутилась, что мне нужно было переехать в другую страну, в Штаты, да, и в Штатах медицинской практикой заниматься нереально. Потом пришло что-то придумывать, вот у нее был на тот момент довольно популярный блог, уже какие-то программы были, вот, и мы решили, что давай займемся этим вот так по-серьезному. Я вообще ничего не понимал в онлайн образовании. Я разбирался в образовании, потому что всю жизнь учился, и мне нравится учиться, и, как бы, это моя страсть, да, вот, связанность со знанием. Но вот все вот так вот на ощупь, на ощупь, на ощупь, мы делали какие-то там видеоуроки, что-то там публиковали, какие-то там на конструкторах что-то лепили. Ну, пошли какие-то первые результаты, вот, потом мы, собственно, познакомились когда с тобой. Вот первая такая вот идея, да, которая очень сильно нас масштабировала, это вот идея правильных вебинаров. И вот мы за год выросли это в 10 раз, и потом, собственно, начнем, до сих пор растем. Правда, ну, вот ну, и сейчас, мы также, просто продолжаем расти, и сейчас, вот, чувствуя, опять немножечко застряли, и вот сейчас опять… То есть, когда, когда понимаешь, что застрял на каком-то уровне, всегда вот мы все найдем к какому-то, ну, за каким-то знаниями. То есть, ты дальше закрыт, что-то не видишь. И вот то, о чем сейчас, вот, вот вы мне рассказали, я чувствую, что, это, опять, сейчас для нас толчок для масштабирования. То, что вот в голове просто что-то не складывается, А когда есть какой-то взгляд со стороны профессиональный, это прям всегда дает толчок. Поэтому спасибо большое. Я прям сейчас чувствую, что есть потенциал большой доростки. Следующий десятикратный скачок близко. Готовимся, да. Как сейчас у вас выглядит программа обучения? Сколько человек, например, там обучается? Ну, давай копнем в образовательную программу. Ну, мы очень заборачиваемся с продуктом. То есть для нас это прям проявление нашего мировоззрения, наших ценностей. Поэтому мы год фактически, вот этот год, мы очень серьезно спустировались на продукт. У нас годовая программа, четыре темы. Тема предназначения, тема энергии, там, работы с телом, тема любимого дела и тема отношений. Это вот четыре ключевые темы, которые, в которых мы помогаем. Вы продаете через вебинар сейчас? Мы продаем сейчас через вебинар, но через живые запуски. То есть мы делаем запуски, собирается группа людей и мы их ведем. Да, и вот сейчас я понимаю, что это надо немножко поменять в сторону автоматизации. И вы продаете годовую программу, разделенную на моды, правильно? Да, годовую программу по четырем сезонам трехмесячным. И также у нас есть более широкая линейка продуктов. То есть отдельные какие-то продукты мы продаем двух-трехмесячные, трехдневные. Сколько у вас сейчас премиальных продуктов, сколько каждый из них стоит? Можешь пократце рассказать? У нас всего около 15 продуктов. Но мы сейчас все упростили. Главный тренд этого года для нас было упрощение и систематизация. Мы сейчас остановились. У нас есть основной продукт годовой, который состоит из четырех таких подпродуктов. И в каждом из подпродуктов есть свои стартеры. То есть получается, что по сути пять продуктов и есть подводящие кубики. Таким образом, сколько примерно каждый из них стоит? Средняя стоимость 15 тысяч рублей. 12-15 в зависимости от пакета. И здесь вот рассрочка, поэтому тоже там средний счет гуляет. А главный продукт стоит в среднем 50 тысяч рублей годовое. Это вот главный продукт. То есть ваша аудитория – это женщины 30-40, да? Где-то примерно так? От 30-50, да, ключевое 35-40. Это женщины, которые достигли всего этого уже близких. Но чувствуют, что укрепились в какой-то потолок. И это, в принципе, отражает историю, которую Лиза прожила, когда она в Корее достигла своего пика. И, наверное, главный инсайд, в принципе, который я понял про онлайн-образование, что круче всего масштабируется то, что прожито. Не масштабируется вообще вот работа и то, что прожито на своем собственном опыте, где есть большой концентрат правды. И когда ты умеешь правильно преподнести. Вот здесь все настоящее, описанное там и статьями, и видео. То есть есть контент, который доказывает то, что это настоящее. И поэтому достаточно легко произошел рост. Мне кажется, я отключу вам. Получается, что вы в четырех нишах, по сути, предназначения, любимое дело, то есть, по сути, деньги, тело, энергия и отношения. Что из твоего ощущения, как это, по сути, четыре огромные отдельные ниши? Где больше денег, где больше боли, где проще покупают? Я мысль по-другому. Я мысль по-другому, где больше всего правды. Где больше всего правды, там больше всего денег. Идея сделала, сделала даже не в деньгах, а мы деньги получаем как ответ на ту ценность, которую мы даем. А если ты что-то вот, ну, не настоящее продаешь, то как бы ты это не упаковывал, как бы ты там это красиво, вот не этот. Это не будет, то есть ты можешь там искусственно это как-то нагнать, но это не будет долгосрочно. Поэтому у нас, в глазах, это прям стратегический был шаг такой, что мы расширили вот так вот на разные ниши, посмотреть, что у нас хорошо тут работает. В принципе, каждый из запусков был прибыльный. Но, наверное, самая вот наша тема, это тема сбалансирования, как совместить любимое дело и тот лайфстайл, который ты хочешь. Как найти вот этот баланс? В общем, жизнь кайфа зарабатывать. Ну, можно сказать, да, можно сказать так. Интересно, да, интересно мировоззрение, что смотреть не объемом рынка, а тем, что, что больше, ну, как я понимаю, больше правды ты имеешь в виду, что, где у вас больше заряд эмоций, где вам больше самого самим по кайфу. Где мы можем реально дать настоящую ценность. А ценность ты можешь дать, когда тебе есть чем поделиться. А поделиться тебе есть, когда ты это прожил на своем опыте, когда у тебя есть результаты твердые, и когда есть твердые результаты у людей, которые за тобой уже прожили. Это хорошо, это хорошо. А, ну, я понимаю, да, потому что, например, у Лизы, она уже там в лайфстайле своем зарабатывает, она вот прям очень актуальна была с темой, и он бы совместно здесь. А отношения, вы еще там молодая пара, да, и у вас нет там 15-25-летнего опыта, которым вы реально можете поделиться. Да, и вот поэтому мы и не запускали, ну, этот продукт. Скорее, у нас уже просят вот этот продукт, и мы его в таком режиме тестовом, и в принципе он откликнулся, потому что мы не говорим о том, как прожить там 25 лет, мы говорим о том, как создать отношения. То, что опять же, то есть мы выбираем то, в чем чувствуем твердость. Ну да, вы нашли друг друга, и одна из болей, как же найти вот этого единственного, повторимого. Да. Расскажи про вашу команду, то есть сколько людей у вас работает, кто чем примерно занимается, и как вы управляете этой командой? У нас 15 человек сейчас в команде, но наша соширяется. Соответственно, есть отдел, связанный с трафиком, есть отдел, связанный с продажами, есть отдел, связанный с контентом, и отдел, связанный с предоставлением услуги. И, да, еще отдел, собственно, технический. Все удаленно, без офиса. Формат еженедельных встреч глобальных, ежедневные такие планерки координационные. Поскольку все в разных частях мира, то здесь, конечно, вопрос координации, он очень актуален. И это мы выработали, мы нашли тот формат, который для нас рабочий. И вот, ну, сейчас, в принципе, я не испытываю никакого дискомфорта, потому что у нас нет офиса или там чего-то. То есть уже, когда есть четкое вот это вот понимание системы, оно, ты его можешь в дистанционном формате достаточно хорошо контролировать. А когда ты был доктором, ты прям в офисе работал? Я много ездил на вызовы. Я работал в клинике. Конечно, возможности путешествовать такое не было. Но, ты знаешь, я очень любил то, что я делаю. И по-прежнему, то есть мне это нравится. Просто вот возникла, ну, жизнь так повернулась, ты подстраиваешься, ты не навязываешь, ты не занимаешь жесткую позицию, а ты адаптируешься к тем условиям, которые происходят. И, ну, достаточно плохо случилось. Расскажи про эту марафозу, потому что вот у нас не было докторок, которые стали онлайн-предпринимателем еще. Ну, одно дело там, ну, не знаю, был там какой-нибудь маркетолог, он стал бизнес-инфицированным, другое дело людей лечил, а потом стал, по сути, ну, по еще такой нише специфической, технологичной. Меня всегда интересовали знания. То есть я, в принципе, вот с детства я любил учиться. И меня соревновали мои учителя. И поэтому даже мой уход в медицину, он был связан не с, не столько там, знаешь, вот здесь люди, которые хотят там лечить других людей, где там, ну, как-то вот какие-то такие вот высокие материи. Я вот честно на себя признаюсь, что мне просто было любопытно. Мне хотелось вот разобраться, как это устроено, почему оно болеет. То есть мною двигало любопытство. И я со всех источников, которые помог, я впитывал информацию. Поэтому, наверное, у меня просто есть такая компетенция, как умение обучаться. И когда ты сам уже умеешь обучаться, то умеешь обучать. И когда я оказался вот в этой среде, по сути, которая передает знания, ну, я выделил ключевые факторы. Я понимаю, ну, как мне информацию внести. И я просто применил свои навыки, умение обучаться в новой, в новой нише. Плюс еще, когда ты доктор, ну, я занимался, изучал долгое время китайскую медицину, пульсовую диагностику. Это очень высокая степень эмпатии. То есть тебе надо чувствовать то, что происходит с человеком. С одной стороны. С другой стороны, огромный набор знаний с тебя входит за короткое отрезок времени. И вот эта вот системность плюс эмпатия, я увидел, что эти навыки в маркетинге, допустим, а это ключевые навыки. То есть все эти технические штуки, они делегируются, либо в них разобраться не так сложно. А умение почувствовать боль другого человека, уметь структурировать знания, это только фундаментальное образование, мне кажется. Хриненно. Нет, ну, то есть получается, чтобы быть доктором, нужна высокая эмпатия и чувствование людей. А чтобы быть успешным онлайн-предпринимателем, чтобы понимать, что нужно людям и как им закрыть вот эту боль, тоже нужна эмпатия. И получается, что понимать людей, чувствовать их и дальше транслировать, еще уметь передавать, то есть, почему и компетенция получается для тебя? Да, я думаю, что умение чувствовать, умение структурировать. Умение работать со знаниями, потому что обучение, я, допустим, к этому отношусь вообще как к такому, ну, может быть, это громко сказано, но это такой священный процесс, потому что передача знания это то, что двигает, в принципе, ну, человечество. и я очень ответственно к этому отношусь, и Лиза к этому очень ответственно относится, поэтому мы прям продуктом занимаемся, это вот, это может быть ущерб бизнеса даже идет, потому что, ну, бизнес хорошо, можно масштабировать, да, но вот у нас внутренние не позволяет что-то масштабировать до тех пор, пока вот мы прям не уверены в том, что продукт это прямо прекрасно. Сейчас мы это сделали, мы гордимся нашим продуктом, и поэтому вот сейчас я прям чувствую, что пора ему уже еще больше выводить человек. По маркетингу еще несколько вопросов, то есть, сколько у вас подписчиков в день примерно вы закупаете? По-разному, то есть у нас есть, ну, по-прежнему, у нас и запусковые модели, и запусковые модели, но в такой активный период бывает по тысяче в день. То есть вы закупаете по тысяче в день к какому-то продающему вебинару? К какому-то продающему вебинару, да, у нас есть своя база, у нас много достаточно органики, потому что когда ты пишешь, ну, когда ты обучаешь тому, что ты прожил, ты можешь хорошо об этом писать, ты можешь хорошо об этом говорить, ты можешь снимать видео, которые людям резонируют. Вот это то нематериальное такое, что его сложно оцифровать, но вот на мой взгляд это главное. То есть ты можешь выдавать контент, который с людьми входит в резонанс. И поэтому люди подписывают, люди хотят больше, и на самом деле основа это не те, кого мы закупаем. Основа это, конечно, те люди, которые с нами какое-то время проводят на наших материалами, и затем они уже приходят в обучающий продукт. Ну, все равно, то есть модель у вас, получается, что вы там запланировали мастер-класс, там неделю закупаетесь, по сути, к нему какого-то трафика, еще параллельно отсылаете это по базе, приходят несколько тысяч онлайн, 2-3 тысячи. Ну, если так совсем модель все разбирать, то, конечно, должен быть бесплатный курс, конечно, должны быть какие-то механики, марафоны, когда ты увлекаешь просто новых людей, с собой знакомишь, но такие же технические вещи, я думаю, что вы им обучаете. Я просто интересно, как это вы сейчас все это имеет место быть, нужно давать ценность бесплатно в большом количестве и это должно быть тебе по кайфу. один тоже из моих таких вот инсайтов от этого всего бизнеса, что на самом деле самые крутые штуки, они легкие. Когда в том, что делаешь легкость, оно хорошо заходит. Опять же, то, что правда там есть. А когда вот это все что-то вымучиваешь, выдумываешь, оно не так дозонирует. Ну, может быть, это у меня так только, но мы уже прям смотрим легко ее и продолжаем. Легко уже смотрим, может быть, как это стоит застройки. У тебя же были попытки других бизнесов до онлайн-образования в Турбово, да? Да, у меня была дистрибьюторская компания, медицинская одежда, то есть я там в общем в разных нишах ну, это скорее такое, знаешь, я учился все-таки там 10 лет медицинского образования, студенты не то что там хорошо зарабатывают, и поэтому все время что-то пытался делать, но было очень тяжело с ним. То есть сравнение, ты же все знаешь, это даже не сравнивается, конечно, но опять же, здесь все попадает в мои ключевые компетенции, надо, важно, то есть я не думаю, что онлайн-бизнес по нацелу, это если твои ключевые компетенции вот сюда встраиваются, окей, мы встроились, и поэтому я себя очень свободно здесь чувствую. И в принципе... Кстати, да, можно быть технорем, и основная будет компетенция, правильно все настроить, просчитать именно аналитичность, а у тебя чувствование аудитории, умение транслировать, то что ты сегодня выступал, я тебе классно выступаю, ты говоришь, как раз я умею передавать основные компетенции, такая интересная. Поэтому важно, если говорить о том, кто сейчас раздумывает, может быть, идти, не идти, надо реально оценить свои сильные слабые стороны. То есть это, ну, это не случайная штука, то есть этому нужно, во-первых, есть люди, которые этому обучают, там, наш друг общий, Фарфор, Кочкин, мне кажется, это вообще лучший человек, который помогает в этом разобраться. То есть нужно выделить свою ключевую компетенцию, затем искать, а как я могу ее применить. И может быть, вы продюсер, может быть, вы не автор, может быть, вы действительно автор какой-то ниши, но надо понять, какую ценность ты можешь людям принести, идти всегда от ценности. По лайфстайлу тоже хочется немножко рассказать, я как бы не наблюдаю за вами, то есть полгода в Майами, потом там периодические выезды к Майклу Роучу, там, ретрит в Аризону, там, сейчас в Испанию будет, там, периодические залеты какие-то в Москву, да, там, в Мексику, потом с нами на регату летали, это была Хорватия, то есть, ну, лайфстайл позволяет, точнее, бизнес позволяет вот иметь такой подвижный лайфстайл. То есть, мы встречались с тобой в Сан-Диего, мы встречались с тобой в Москве, вы летали на островах Китайдовайских, на Гавайи, то есть, мы много-много-много путешествуем, и, да, и Сережа, квартира трехуровнева, а на Бали мы, мы, мы поздали на Бали. То есть, квартира трехуровнева, Сан-Диего, до сих пор помню какие-то красивые картины и огромные цирасы. Ну, как бы, это не то, что, не то, что хочется как-то чем-то хвастаться, и тичиться, ну, то есть, если ты, если ты в своем предназначении, если ты занимаешься тем, что ты, где-то ты вот правду можешь нести, если ты умеешь что-то упаковывать, наносить это, ну, конечно, в мире тебе будет за это благодарить. конечно, ну, ты можешь себе позволить то, что, ну, может быть, кто-то не может себе позволить, но, вот реально, мне кажется, многие идут за картинкой, вот, что вот я сделаю, и вот у меня, вот, чтобы у меня вот так вот было. и я помню себя, там, там, 20 лет, я тоже вот где-то вот, я смотрел на картинки, я вот хотел машину, там, или дом, и вот этот путь, как раз-таки, он меня привел не туда. Вот фокус все-таки, когда он на отдавании, когда он на, в том, чтобы выяснить, а в чем ты можешь, вот, свою ценность принести, вот этот вот путь, который выведет тебя ко всему автоматическому. Но до тех пор, пока вот, ты хочешь чего-то, вот получить, ты не думаешь о том, что отдать. Вот будут какие-то официальные препятствия, и я вот прям, ну вот, доволь этого, что я получил, поэтому сейчас на любой проект я смотрю в первую очередь, а реально, а есть ли у меня ценность, которую могу там вложить? Потому что я понимаю, что если есть, все будет хорошо. Если мне надо как-то что-то, ну, придумывать там, да, если я чувствую, что там какая-то пустота есть, я понимаю, что нет, даже если это заманчиво, я туда не иду. Вот ты меня там спрашивал про криптовалюту, я не чувствую там вот правды вот для себя. Хотя я знаю, что люди зарабатывают на этом, но вот я чувствую, что это, это не мальчик, поэтому я туда не буду. Продолжение вопросов вот про лайфстайл. Вот я знаю, что Лиза, твоя эксперт, она хочет сейчас пойти в двухмесячный выпуск. Как это вы можете организовать, тоже интересно. Потому что, когда моя жена узнала, она говорит, я просто как хочу. Ну, мы сразу выстроили процессы так, что вообще, я считаю, что любой, ну, если мы говорим уже не просто стартовать онлайн-школу, а чтобы сделать масштабное, да, ну, хотя бы там несколько миллионов в месяц, как бы это приносило, всегда должна быть полярность между автором, и продюсером. Я убежден, что вот если этого нет, ну, по крайней мере, я не видел таких вот стабильных, устойчивых кейсов. Должен быть человек, который вот вещает, который делится своей ценностью, и должен быть человек, который упаковывает это и масштабирует. И мы сразу выстроили систему так, что, ну, Лиза занимается творчеством, я закрываю все вопросы, которые связаны, собственно, с бизнесом. Поэтому, ну, поскольку на ней вот просто процесс творческий, если она хочет выключиться с процессом, она может это сделать. Просто прошлый год, допустим, много занимались продуктом, поэтому она не могла выключиться, а сейчас продукт есть, и в этом, кстати, преимущество, да, что ты создаешь что-то, но оно потом работает. Это, конечно, для того, что ты не можешь зачастую при бизнесе осуществить. Еще интересная модель, моя любимая, которую я всем рекомендую, это когда говорят, ну, как, типа, войти в данное название, я говорю, слушай, заблудусьируй свою жену, и ты, как бы, продюсируй свою вторую половинку, при этом я понимаю, что в этом есть еще такая потенциальная угроза отношений. Конечно. То есть, расскажи свое видение и опыт. Сложно ли было, была ли угроза отношений, либо наоборот. Угрозам отношений, конечно, не было, но это челлендж, потому что когда человек особенно обучает, это же ты, что-то чем-то таким сокровенным делишься, и у тебя есть свое видение. А роль продюсера, допустим, это сделать это, ну, максимально приемлемым, популярным, да, то есть, здесь есть натяжение. Это натяжение, оно здоровое, без него не будет реально успеха, должна быть, вот эта борьба быть. Но у этого натяжения есть обратная сторона, оно действительно присутствует. И здесь, конечно, требуется высокий уровень доверия, умение устраивать отношения, умение, хорошее понимание себя, то есть, вот, то самое личностное развитие, про которое, ну, мы там говорим, вот это, оно на практике. Как? В сложной ситуации повести себя так, чтобы не был результат, и сохранить хорошее состояние. Но это мастерство, которое вот, мы еще в процессе, не могу сказать, что мы его, знаешь, обладели. Мне нравится метафора, когда тоже меня спрашивают, делать ли бизнес с женой или не делать. И я привожу метафору, что вот, совместный бизнес, это как коллайдер. Он ускоряет отношения, и либо он там просто разбросает людей в разные стороны, они разойдутся, либо наоборот, настолько сплосятся, потому что есть возможность окунаться в другие зоны, ну, то есть, во-первых, времени больше проводишь, наступаешь на зоны друг друга, на больные мозоли, но через это прорабатываешь, такая, такой, тимбилдинг постоянно. И мы, наоборот, благодаря бизнесу стали сильнее, ближе друг к другу, ну, естественно, проходили через какие-то кризисы. Ну, вы для нас вообще такой прям, пример яркий, прекрасный, мы прям, очень-очень ценим то общение, которое у нас есть, и наблюдать за тем, как вот вы это проходите, это супер. Я от себя могу добавить, что я не рассматриваю это как то, что мы делаем с женой бизнес. Мы нашли, смысл в своем призвании, мы нашли, что цену мы можем дать, например, и у нас это совпало в такую конфигурацию. Сравится. Да, то есть я не... То есть понятно, что да, это бизнес в том смысле, что он генерирует какой-то кэш-флоп. Но первичный посыл, он другой. И вот если делать ли бизнес с женой, я бы скорее сказал не делать. Воплощать ли свое призвание вместе, да, воплощать. Да, тоже интересно. Мне всегда нравится твоя позиция, какая-нибудь душевность. Интересно, да. Давай подведем, наверное, итог мыслей, инсайтов. По мне кажется, вот было две очень важных мысли. Первое – это то, что лучше работает там, где есть максимум твердого и где можешь дать максимум результат. То есть не гнаться за тем, что типа там обучение английскому это самая популярная ниша, поэтому надо обязательно обучать английскому там. Или как накачать там похуй, там, да, или похудеть. То есть важно нащупать там, где ты можешь дать максимум ценности и максимум результата аудитории и вот туда и биться. А понять это можешь, отсмотрев свою правду. Где ты сам это сделал? Да, и вот я просто прояснение слов, по сути, вот Антон называет это правдой, Сергей называет это твердым. И это то, что вот, ну, тот опыт, который у тебя был, который ты можешь передавать, который будет полезен людям. И это даже в маркетинг, то есть, ну, Антон, ты рассказываешь с точки зрения кармического момента, с точки зрения духовности, с точки зрения внутреннего отклика, а я там, как маркетолог, такой, ну, или более прагматичный, материальный, я говорю, что, например, у тебя есть возможность рассказать про кейсы, рассказать про цифры, сколько ты в своем бизнесе, сколько ты времени работаешь. Даже один факт, что Лиза может себе позволить уйти в отпуск на два месяца и бизнес будет продолжать работать, это настолько твердая в теме лайфстайла и бизнеса или подназначения. И, ну, вторая мысль, которая, мне кажется, тоже очень мощная, это то, что самая важная, одна из самых важных вещей, это нащупать контакт со своей аудиторией. То есть, есть тот самый потенциальный клиент, который тебя смотрит и вот понять, как он думает, какие у него боли, где у него какие-то вот места, где можно его разжечь, вот эту вот искру, где можно надавить, что ему наоборот больно будет, он там скукожится. То есть, вот это вот некое сочувствие, сопереживание, эмпатия вот этой вот своей аудитории и ее чувствование и понимание и знание ее, оно может быть одной из самых главных и ключевых вообще элементов при формировании онлайн-школы. Это самое ключевое, но надо видеть своего, которого надо понимать, надо чувствовать ее. То есть, это прям, ты не можешь быть полезным для всех, но для кого-то ты можешь реально нести ценность и их тебе нужно понимать, тебе их нужно видеть, тебе нужно, ну, фактически им служить вот таком вот, если вот так вот, максимальный квинтэссенс этого, да, ты понимаешь, что для этих людей я отдаю вот максимально качественно и на них ты как бы фокусируешься. Круто. Сереж, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, чем занимаешься и вот какие перемены в твоей жизни в последнее время произошли, в бизнесе особенно. У нас группа компаний, это онлайн-школа астрологии, это онлайн-школа писательства и это акселератор, мы помогаем предпринимательству создавать онлайн-школу. И ты не говоришь, что в последнее время у вас произошел очень мощный скачок, могу так сказать, как это произошло, что ключевое случилось? Если брать мою конкретную жизнь, мы когда проводили итоги четного скачка, мы разделили причины на материальные и бизнесовые и нематериальные, которые мы такими. То есть мы понимаем, что не всегда то, что мы делаем в бизнесе, влияет на бизнес, а мы так какие-то светильный поток или какая-то совершенно случайность нас выводят. И мы прям вот разбирали, потому что это было понятно, что мы там отдел продаж расширили, рекламу вложились. Мы понимаем, что у вас произошло? То есть у вас произошел прям резкий скачок по деньгам, да? То есть я бы хотел просто, может, тебе чуть-чуть отличные истории, точно, но на самом деле даже интересно себя качнуть. Давай. То есть мы с Антоном познакомились в Майами в декабре 15-го года и на самом деле я тогда находился в неком кризисе таком. То есть я жил в какой-то такой тревожности и в каком-то непонятном внутреннем состоянии. То есть я не был доволен деятельностью, которую я делал, я не был доволен тем объемом как бы отдавания пользы, который я приносил. И Антон, ну мы тогда встретились с Антоном и наверное часов 10 просит мне кажется. Да. Такое было знакомство. Первая ночь была такая инкретная. Длительная. Длительная, да. Вот. Разошлись на утро, потому что просто невозможно было как-то остановиться. Сосинхронизировать классно. Было сразу, ну причем знакомство было такое, что я ехал в Майами там в такси, звонит Паша Кочкин, который мне обычно не звонит никогда, ну в тот момент сейчас мы как бы общаемся, тогда не общались. Мне просто звонит почему-то и говорит тебе надо пообщаться с Антоном. Я еду общаться с Антоном, мы сидим 10 часов общаемся и Антон мне рассказывает, я говорю, а кто вообще в духовности такой труд? И Антон рассказывает про своего учителя, рассказывает про кармический менеджмент, про отдавание и так далее. И я с того момента очень сильно почувствовал, что это ну это правда, ну что мы вот реально так устроили. И дальше следующий год у меня был очень тяжелый год по изменению мышления. То есть я как бы находился в состоянии большем таком маркетинг-ориенте что ли такого, ну больше ориентированном на маркетинг, а не на отдавание, скажем так. Но я ощущал, что здесь как бы у меня модель мира неправильный, что ли. То есть я как бы неправильная мысль, то есть это неправильная. А почему у тебя изначально было маркетинговое мышление? То есть что тебе... Ну это мой талант, у меня есть талант в маркетинге. То есть ты видел, что через эти действия к тебе приходит результат. И поэтому ты... как психотип у тебя кождая получается. То есть тот, который ориентирован на... Припринимательский такой. Припринимательский, да. Да, и как бы ну я естественно понимал, что там есть ну важность продукта и так далее, но как бы я чувствовал, что важнее маркетинга с такой духи. А потом пообщавшись с тобой я понял, что ну как бы маркетинг естественно важен, то есть это никто не отменяет, но я стал пробовать вещи и у меня стали притягиваться от меня притянулся партнер по астрологии. и вот я стал пробовать появились там субботние выходы там кормления бездомных. Это первое с чего я начал. Потом я старался если человек меня просит там где-то ему как-то помочь и раньше я так как-то у меня холод у меня что-то еще было. Я стал инициировать и там помогать. И вот помню вот эту историю мне было сложно зачастую потому что я чувствовал такое что мне охота тратить время это где-то польза для меня очень пользоориентированный человек. Себе в свою сторону польза в свою сторону. А вот в целом модель такая что на все пользоориентированная ты осознаешь что это тебе возвращается и многие критикуют модели говорят что по сути это неправильно что ты отдаешь чтобы получить но как только ты начинаешь отдавать и что-то внутри тебя раскрывается что ты начинаешь чувствовать вот этот входящий поток и там просто невозможно этому сопротивляться несмотря на то что кажется это еврейский метод на поверхности пока ты не попробуешь ты начинаешь больше фокусироваться на отдавании и я вот как раз начал это делать кто-то приходит и говорит вот так нападение у меня стало происходить а вот как ты так много путешествуешь ну как дядя-получатель ну там дай школу слушай а давай может пересечем ты мне расскажешь как ты делаешь и я стал пересекаться и рассказывать как я это делаю можешь отдавать да или стал просто зачастую открывать бесплатно всякие материалы давать что-то присылать помогать с кем-то просто стал созваниваться и прям конкретно помогать им это делать стал инвестировать свое время хотя я ощущал как бы что я мог в это время потратить на бизнес но я стал просто помогать людям бесплатно то есть ты впустил в свою жизнь новый процесс бескорыстного такого отдавания да и потом просто в какой-то момент начало просто ну как вот это такое интересное странное ощущение что как будто бы тебя просто вот ну жизнь поймала за руку и начала тебя вести короче просто и вот знакомства возможности в бизнес какие-то модели странные да вот а когда появляется какая-то возможность я это воспринимаю как что это некая заслуженная моя возможность потому что в прошлом я достаточно надавал что ли да и вот по сути как бы или мысль какая-то зародилась типа что-то вот сделать или с каким-то человеком встретиться или вот туда-то поехать это вот ну и зачастую вот как мы с Димой познакомились как вот ну то есть очень много событий ты как бы попадаешь в них и зачастую я стал замечать что к примеру жизнь меня толкает какое-то событие блин что-то неохота туда ехать решить потом меня с другой стороны заходит опять туда толкает я думаю блин ну неохота нет короче не хочу он меня опять выталкивает я все-таки делаю эту встречу как-то там выражусь там рождается партнерство там какая-то мысль инсайд технология я ее внедряю ну то есть и у вас этот взрыв он произошел взрыв произошел конечно бешеный то есть вот сейчас кривая росты компании выглядит вот так просто это просто какой-то капец и мы садимся анализируем типа блин а за счет чего мы вот так растем понятно мы делали вот это вот это вот это почему почему в 4 раза почему как у людей на 30% да ну типа за месяц да вот и в следующий месяц снова свечи мы обсуждаем типа ну окей вот есть там техники какие-то которые сработали ну такие да которые как мы можем это объяснить через маркетинг продукт пиар и так далее бизнесовый мы садимся и говорим слушай давай как бы ну просто обсудим что нематериального мы такого делали что тоже сработало то есть получается что эти действия которые вы делали и раньше они вот почему-то стали давать очень большой как бы левередж да ну с такой как бы со стороны можно объяснить что да там вот мы с Димой партнерств хотя там до этого я делал один да у него он дал более свежий взгляд но много чего другого стало делаться но почему я пришел в жизни да то есть это вопрос задет вопрос почему он он всегда вот такой непонятный да ну как бы события стали складываться просто сами собой не то что надо там пыжиться тужиться и так далее а просто вот как-то в этот момент времени мы оследили что чем больше мы ходим на массаж тем больше мы обучаемся тем больше мы зарабатываем и мы в том числе говорим типа слушай давай больше насажай это как бы инвеститься в себя может что-то эмоции прокачивает вот слушай мы вот в LA когда а команда там в Москве ну такая кор-команда которая ну в России мы в другом часовом поясе не знаем почему вот как только мы полетаем в LA там снова рост идет то есть давай здесь больше жить вот и мы прям сами наблюдаем ну типа ну окей мы выросли в 4 раза но отдел продаж у нас вырос там с 4 человек до 5 ну то есть как вот тех же там 4 человека и новенькие сделали просто в 4 раза больше ну вот кто-то может сказать ну просто повезло да то есть ну вот бывает так людям везет вот почему ну почему вы считаете что это не просто везение что позволяет вот эту уверенность внутреннюю дает что что-то вот значит я пытался объяснить вот как бы кармическую историю еще и знаешь с разных сторон то есть это мне кажется достаточно полезно будет людям проще понять во-первых когда ты помогаешь кому-то другому тоже заработать денег появляется внутреннее ощущение что ты достоин больше денег вот это я прям четко ощутил внутреннее переключение внутреннего состояния то есть ты как бы чувствуешь что ты достоин больше денег например да вот это интересное переключение потом конечно же вот если смотреть с точки зрения внутреннего какого-то самочувствия то вот когда человек тебе например благодарен за что-то ты чувствуешь какой-то подъем такой ты чувствуешь его благодарность да то есть ты ему помог он тебе благодарен и ты на внутреннем состоянии в более приподнят, в большей энергичности. Можно объяснять это кармой одной, а можно подмечать еще вот такие элементы. И я прямо иногда чувствую какой-то процесс, я думаю, блин, я недостоин, например, 100 миллионов рублей в месяц, а потом я включаю опять больше отдавания, помощи. Я причем включил это на всех уровнях, мы это зимой включили. У нас сейчас есть проект «Экстренная помощь», который мы сделали благодаря нашему третьему партнеру по астрологии. Собрали за год 17-100 миллионов рублей на помощь разным людям. Кому-то операцию сделать, кому-то еще что-то. Это серьезная такая цифра. Потом 10% дохода уходит тоже на помощь разным людям. Сейчас уже имея немаленькие доходы, это тоже сумма такая серьезная уже зачастую, блин, непонятно, куда ее потратить становится. Тоже возникла новая проблема. Мы стали с девушкой исследовать, кому вообще нужна помощь в России. И пришли к такому любопытному инсайту, то есть она прямо заморочилась и стала ездить по разным фондам соцзащиты, помощникам инвалидам и так далее. И оказалось, что вообще-то не очень много кому деньги нужны и помощь нужна. Что эти вот круто помогают, у этих вообще-то все есть, эти говорят, нам нужны ваши деньги, у нас и так их достаточно. И так далее. Что там очень много нюансов вообще благотворительности есть. И там на самом деле много кому помощь нужна, с одной стороны. Но что я заметил, что зачастую очень правильно дать больше удочку, чем как-то разово помочь. Вот это тоже мой такой инсайт об этом. И стараешься как бы помогать везде, где можешь. Вот внедрять больше проектов по системной какой-то помощи, да. Больше обучать людей карму. Мы создали проект Чакра Прокачка, где мы прямо там сотням тысяч людей показали, как карма работает. Я считаю, что и это тоже сработало при росте. То есть вы увидели, что помимо целесообразных действий таких бизнесовых, когда вы включили те принципы заботы о других людях бескорыстные, что реальные бизнес-показатели стали расти. И это сложно объяснить с точки зрения вот такой вот бизнесовой логики. У нас, знаешь, когда мы вообще обсуждаем, куда мы дальше вкладываемся, я имею в виду в личное развитие, мы понимаем точно, что мы самый главный инструмент нашего бизнеса и нам нужно себя прокачивать. И мы понимаем, что модель жизни, она настолько разнообразна, что точно не понятно, что работает, да. И поэтому мы там, ну, действуем там, типа вот, ну, работает все и во все нужно вкладываться, да. Или что-то из этого работает, но нужно делать все, потому что не понятно, что конкретно, да. И мы для себя понимаем, что вот это кармический менеджмент, благие дела, это психоанализ, это физические практики, там, побегать, поплавать, погулять, побыть на солнце, пообщаться с интересными людьми, и это все мини-мини-мини вклады. И мы точно не знаем, какой из них вот на весах самый важный. Вот. Начинают там прокачаться по астрологии, поговорить по human design. Вот как мы с тобой вчерашний ночной разговор по поводу влияния камней или там каких-то материальных вещей на нашу энергию и восприятие. И вот мне нравится еще такой, ну, с точки зрения даже кармического менеджмента, я раньше до того, как вот познакомился с тобой и с твоими мыслями через Сергея больше. У меня была концепция там депозита уверенности личного. Соответственно, вот как только ты даешь, как благотворительности, больше чаевых дал. Сделал что-то хорошее, автоматом ты себя чувствуешь лучше. А депозит уверенности от этого растет. Это вот когда я раньше про депозит уверенности, ну, с утра побегал, я хороший. А тут еще там помог человеку, я еще лучше. И получается, что я потом более самоуверенный, я себя могу более уверенно чувствовать с более высокоурованными людьми. То есть вот сейчас я с… Я помню, когда я первый раз с миллиардером долларом общался с Колку, я трясся, мне было страшно. А сейчас у меня несколько друзей долларов, миллиардеров. Ну, это там не друзей, а близких, людейских. Я попробую говорить на равных, я не чувствую какого-то ниже. Мне кажется, что это просто вот особенность самоуважения, которое накопилось бы для того, что другим помогаешь, для того, что продукты благие, там, маркетинговая такая пшида, а вот именно, как раз таки, маркетинг – это вот такая, знаешь, как твердая рука, бахатая рукавица, которая ведет человека в счастливое будущее, потому что продукт очень сильный. Ну, то есть, если резюмировать, да, то помимо обычных действий, связанных с бизнесом, как только ты включаешь добродетель, да, заботу о других людях, бескорыстное отдавание, то есть вот на вашем кейсе вы почувствовали, что реально показатели растут твердые и бизнесовые, хотя нету прямых действий, которые вот были бы с этим связаны. Да, я бы хотел просто дать рекомендацию, когда люди начнут это внедрять, то есть не быть вот такими, что ли, зазнайками, то есть вот, ну, как бы, ну, то есть вот делать действия по помощи, там, по отдаванию и так далее, но относиться дальше к миру, как, по сути, поставщику возможностей. То есть, да, это предъявляется человеку, который говорит, а давай типа там поделаем вот это, и давай тебя там, ну, попробуй вот это, побегать по утрам, да, вот то, что Дима говорит. И, ну, относиться к этому как к первоисточнику на благих делах, а вот это вот возможность такая, за которую тоже надо хвататься. То есть надо говорить, ну, я и так помогаю, мне мир как-то поможет. То есть тебе мир вот так и помогает. Спасибо, ребят, большое за вашу обратную связь, и спасибо, что применяете это в своей жизни. Спасибо, что можно учиться. У тебя.